Слышали, знаете, что в 20-х годах прошлого века, и чуть раньше даже здесь были открыты руды, фосфоритные, собственно говоря, но к разработке этих руд приступили только в 60-х годах прошлого века, в 20-х. И в 63-м году комбинат открылся в декабре месяце, поэтому в декабре месяце комбинат празднует свой день рождения, будем так говорить, в этом году уже 55-летие, по-моему, будет, да? Многие из вас такого не видели, может быть, слышали, но не видели. Кто проголодает, скажете мне, я вас молоком напаю потом. Понятно, да? Все мы хотим, чтобы продукты были вкусными и полезными. Зелень, фрукты, овощи будут такими, если в почве окажутся питательные вещества. Их три. Азот делает растение сильными и крепкими. Фосфор стимулирует рост корней. Хави. Делает плоды аппетитными и красивыми. И так, азот, фосфор, хави. Миллионы лет эти вещества формировались внутри нашей планеты. А теперь их не хватает. О! Только минеральные удобрения, в которых есть азот, фосфор и калий, могут спасти нашу планету от гола. Тогда появится возможность накормить каждого человека на земле. Население земли постоянно растет. Нас становится все больше и больше. Охаривай! А как всех прокормить, а? Удобрение. Вот что делает землю плодородной. Кормите землю. И она накормит вас. Удобрения сегодня гигантская индустрия. И занимаются этим на химических комбинатах. Это, к примеру, завод «Фосфорит». Строился в советское время практически всей страной. На момент вхождения в состав компании «Еврахим» в 2001 году предприятие находилось в конкурсном управлении. Это последнее стадия банкротства. Завод, когда-то награжденный орденом Трудового Красного Знамени, так и не смог пережить смену палитры на государственном флаге страны. И во время перестройки перестроен так и не был. Оборудование ломалось, технологии устаревали, объемы производства сокращались. Однако в начале нулевых компания «Еврахим». Сегодня, спустя 15 лет, фосфорит – одно из самых современных химических предприятий нашей страны. Ученые подсчитали, если человечество перестанет использовать минеральное удобрение, то уже через год 40% населения нашей планеты будет попросту нечего есть. Так что, производство этих веществ в любом смысле – жизненно важный вопрос. В год здесь делают почти миллион тонн амафоса. И мы покажем, как работает это уникальное производство. Субтитры создавал DimaTorzok Северный сладко проходили? Да. Аж два. Проходили? Да. Аж три полуси. Аж три полуси. Даже я не проходила. А, ортофосфор. Орто-Оль, знает. Полу четыре. Полу четыре. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это серная кислота, плюс некоторые складируются вот эти вот горы. Белые горы. Белые горы, да. Белые горы, да. Белые горы, где смешиваясь с аммиаком, получается то, что уже отгружается, как готовая продукция потребителя. По запросу наших собственников, управляющих компанией, мы делаем некоторые другие виды минеральных подобрений, которые отличаются от аммиакоса большим или меньшим содержанием азота, как правило. Объекты пока сделаны, но очень сложные. Это очень сложный объект, технически сложный. И эта установка будет производить в сутки 3000 тонн аммиака. 3000 тонн аммиака в сутки. Это железнодорожный состав. Вот это производство будет открываться осенью. Здесь, в этих небольших кастрюльках, влечет сенная кислота. По 2000 кубических метров. Сейчас цифру подумайте в голове. 1 миллион 200 тысяч тонн в год серной кислоты. Эта серная кислота перерабатывается, используется на заводе для производства. Предприятие наше действительно не покупает электричество. Ну там минимальные какие-то количества. И больше ничего не сжигаешь, не сжигаешь, не сжигаешь. Пар, потому что это всегда сожженный газ и, соответственно, нагрев. Ну, как вы думаете, чайник греется. Сжигается и получается СУ-2. Далее, так, на аппарат самое толстое сооружение, это контактный аппарат. Там как раз присутствие в анадио-катализатора СУ-2 в нужную степень окисления. И далее, вот уже СУ-межуточное отводится для того, чтобы вторая степень контактирования лучше. СУ-межуточное отводится для того, чтобы вторая степень контактирования лучше. СУ-межуточное отводится для того, чтобы вторая степень контактирования лучше. Молоко, я не хочу посмотреть Механический цех, вообще площадь его 14 тысяч квадратных метров Первоначально этот цех был в другом здании двухэтажном с 1963 года Также здесь площадь очень большая, вот это мы находимся в центре С этой стороны есть еще помещение такой же длины, с той стороны такой же длины Изготавливают нестандартное оборудование То, что вы видели, очень многие вещи сделаны здесь на заводе И цистерны здесь делают, и емкости делают здесь То есть здесь из металла производят различные продукты Лаборатория занимается неразрушающими видами контроля Занимается экспертизами всех промышленных объектов, находящихся на территории фестиваля Вот на старое оборудование, прежде чем допустить его к работе Надо провести экспертизу промышленной безопасности И выдать вот такое заключение Которое разрешает, как будет дальнейшую эксплуатацию Находим, либо не находим эффекты, соответственно, даем добро на дальнейшую эксплуатацию Или пуск в рамки И становишься на те особые Здорово зависит от вашей успеваемости А успеваемость, это о чем она вообще говорит? Она говорит о том, может ли человек собрать себя в кучу И получить какой-то результат Вот В школе учиться тяжело Но вот учиться в техникуме, в ВУЗе немножко полегче, чем в школе Единственная задача какая у студента Регулярно и постоянно готовить уроки И читать те книжки и слушать лекции Не нужны Вот это вот хотелось бы, чтобы вы в голову-то взяли себе на самом деле И помнить, что ваша дальнейшая жизнь целиком зависит от выбора вашей профессии С одной стороны, а с другой стороны от вашей успеваемости Если вы будете нормально учиться и успевать, то дальше у вас все будет складываться хорошо Потому что работа в нашей стране сейчас есть Насколько познавательна и интересна вообще такая эксплуатация? Очень, да, очень Это очень интересно Так, вот это вот лучшая заводская проходная центральная Вот на этой странице через воду С той стороны находится компьютер, который работал на перфокартах Бумаги, на котором вы видите отверстие Вот я, мне сейчас 40 лет Я видел такое работающее устройство в 87-м году У нас у одной девочки, мама работала на машино-счетной станции В счетных станциях осуществлялись расчеты С помощью перфокарт закладывалась программа Если сейчас программа записана на диске Или переносится на флешках и так далее, понятно, да? То раньше информация переносилась вот на перфокартах Я сейчас уже диски от этих нету Информации, да? То есть вот пульты заканчиваются И заканчиваются Вот в моем месте Здесь вот показаны средства Сейчас тоже эти пульты остались Но они видоизменились То есть информация приходит на компьютер И оператор дистанционного пульта управления С помощью мышки уже на мониторе На нескольких мониторах следит за технологическим процессом И производит какие-то исключения Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok